Давай, надо зажимать его и ногами надо работать. Сдва его, он закрытый по печени. Раз, два на перескопе. Такое суровое наставление от тренера для маленьких спортсменов – настоящий толчок к победе. Участие в таком первенстве для них уже большое спортивное достижение. Многие впервые выступают перед широкой публикой. Хотя основная часть соревнующихся – профессионалы, в арсенале которых ни одна медаль. Никита в спорте уже 16 лет. К своим 22 годам он уже примерил на шее серебряную медаль чемпионата мира и стал мастером спорта международного уровня. Кубок Сибири для него своеобразная репетиция перед чемпионатом России. Но, несмотря на это, расслабляться спортсмен не собирается. И здесь приезжают ребята высокого уровня, высокого класса бойцы. Здесь есть с кем работать. Очень хороший турнир. И это идет подготовка к чемпионату России и дальше. То есть это первые шаги. Мы пристреливаемся, набираем бои. За звание лучшего кикбоксера Сибири борются около 600 спортсменов из 11 регионов Сибирского федерального округа. Сборную Красноярского края представляет 150 кикбоксеров разных возрастов – взрослые, юниоры и юноши. Потому что мы прошли летние сборы вместе со сборной командой Красноярского края по боксу в Шушенском. Пацаны находятся, а также и девчонки в хорошей форме. Я думаю, что нам за них не придется краснеть. Они пока уже достойные результаты. Красноярск давно не новичок в проведении всероссийских соревнований по кикбоксингу. Помимо этого турнира, столица края принимала чемпионаты и первенства России, а также международные матчевые встречи по этому виду спорта. Этот турнир является квалификационным. Здесь можно выполнить норматив мастера спорта России. У нас большой опыт у Красноярска в проведении всероссийских мероприятий. Здесь уже проходил, как мы уже сказали, помимо сегодняшнего турнира, по счету уже 13-го проходил и чемпионат России, первенство России. Красноярск – это уже 13-й по счету всероссийский турнир по кикбоксингу. Сегодня лишь первый день соревнований. Финальный день баталий назначен на 11 октября. Виктория Столярова, Алексей Егоров и Дмитрий Яковлев. Афонтова. Новости.